Здравствуйте! Сегодня мы с вами начинаем разговор о познании. Познанием называется процесс целенаправленного активного отображения действительности в сознании человека. Результаты познания передаются из поколения в поколение при помощи материальных носителей информации. Это может быть не только книга, но миф, сказка или, допустим, обычная устная речь. Познание является предметом рассмотрения специальной философской дисциплины, которая называется гносиология или эпистемология. Эти слова производны от греческого слова «гнозис» — знание и «эпистемое» — умение. Основным вопросом гносиологии считается вопрос о познаваемости мира. На этот вопрос есть три варианта ответа. Люди, которые считают, что мир принципиально познаваем, а человек обладает потенциально безграничными возможностями познания, называются гностиками, а это позиция гностицизм. Люди, которые сомневаются о возможности познания мира, называются скептиками. Наконец, существуют люди, которые отрицают принципиальную возможность познавания мира. Эти люди называются агностиками, а концепция, соответственно, агностицизм. Подавляющее большинство ученых сходится на том, что мир принципиально познаваем Это вовсе не означает, что на данный момент мы знаем о мире все Но в любой момент мы можем получить какую-то информацию, которая позволит расширить наш объем знаний об окружающем мире, об обществе или о самом человеке Собственно, эта концепция и называется гностицизмом Ограниченность нашего знания обусловлена недостаточностью методов получения информации В том случае, если будет изобретен какой-то новый метод, наше знание, разумеется, увеличится Давайте приведем пример Мы не знаем с вами точно, что находится в центре нашей галактики Дело в том, что центр галактики от Земли закрывает большое газополевое облако, практически непроницаемое для наших телескопов Тем не менее, определенные версии высказываются В частности, астрономы, изучив подобные галактики в разных уголках Вселенной, сошлись на том, что в центре каждой из них находится черная дыра Несмотря на то, что нашу с вами черную дыру мы непосредственно наблюдать не можем Можем предположить на основе аналогии, что в центре нашей галактики также находится подобное образование Эти данные рано или поздно можно будет проверить Можно выбрать другую точку для обзора, то есть отправить космический корабль в такую точку, откуда черная дыра будет просматриваться достаточно хорошо Или просто подождать, пока газополевое облако уйдет Кстати, с точки зрения астрономов на это потребуется не так много времени Всего около 40 тысяч лет С точки зрения скептиков, мы вынуждены опираться на те данные, которые мы получаем от наших органов Но не можем быть абсолютно уверенными в том, правда это или нет Скептики считают, что мир, который существует в реальности, может отражаться в нашем сознании, а может и не вполне отражаться Нельзя сказать, что скептики совсем не правы Многие явления и объекты материального мира мы с вами не можем наблюдать никоим образом Например, физическое поле или силовое поле, ненаблюдаемо человеком Существуют также параметры физического мира, которые мы с вами регистрируем чисто субъективно И, кстати говоря, скептики ссылаются именно на эти примеры К числу таких параметров можно отнести цвет и температуру К примеру, если вы попытаетесь определить цвет какой-то поверхности То он будет зависеть от того, как на нее падает свет Если мы возьмем прожектор и направим, к примеру, на стену, которая в обычных условиях нам кажется желтой Нам покажется, что стена белая Если мы выключим свет совсем, нам покажется, что стена черная или как минимум серая С температурой вы сами можете провести простой опыт Если вы сначала потрогаете книгу, которая лежит перед вами Потом потрогаете какую-нибудь деревянную поверхность в вашей комнате К примеру, шкаф А затем возьметесь за металлическую ручку двери Вы почувствуете, что температура у этих предметов разная Из курса физики вы знаете, что все предметы в вашей комнате обладают одной и той же температурой А эта разница кажущаяся Она зависит от теплопроводности материала, который вы анализируете Гностик уверен в том, что его органы чувств сообщают ему истинную информацию Скептик в этом вовсе не уверен А вот агностик категорически считает, что информация, которую он получает от органов чувств, является ложной Один из наиболее известных представителей скептицизма, английский философ XVIII века Дэвид Юм Считал, что раз человек оперирует только своими ощущениями, он не может быть даже уверен в том, существует ли внешний мир или нет Мы с вами уже говорили о том, что представляет собой солипсизм Скептики в известной степени близки к этой философской позиции Скептик не знает, какой характер носит полученный им от органов чувств информация, истинный или ложный Представители агностицизма, самым известным из которых был немецкий философ Эммануэл Кант Считает, что та информация, которую мы получаем от наших органов чувств, однозначно носит ложный характер То есть все, что мы видим вокруг себя, на самом деле не является таким, как мы с вами считаем В философии Конта есть два понятия Одно из них — вещь себе, а другое — вещь для нас Понятие «вещь себе» характеризует вещь, какой она есть на самом деле А вещь для нас — это то, что мы думаем по ее поводу К примеру, передо мной сейчас лежат три книги С точки зрения любого обычного человека — это книги Но Кант считает, что на самом деле мы не можем с вами делать однозначных выводов о том, чем являются эти предметы Может быть, это не три книги, а три, к примеру, куска колбасы Согласно кантовскому представлению о «вещи в себе» Мы с вами должны действовать с предметами так, какими они нам кажутся Но не забывать о том, что их истинная сущность от нас с вами скрыта Понятно, что подавляющее большинство ученых и философов придерживается позиции гностицизма Ведь если вы не уверены в существовании внешнего мира Или вы сомневаетесь в том, что этот мир не такой, какой он есть на самом деле То вам очень сложно будет искать какие-то закономерности и выводить научные законы Познаваемость материального мира является одним из основных принципов гностиологии Другим важным признаком является диалектика Под диалектикой понимается рассмотрение мира в его постоянном движении и изменении Это слово происходит от греческого глагола «диалегумай спорю» Согласно диалектике, как принципу познания, ни один предмет не остается неподвижным и постоянным Главным способом познания в современной гностиологии считается практика Знания, которые получены на практике, признаются наиболее истинными Студент любого вуза, по какой бы специальности он ни обучался, должен проходить так называемую производственную практику Дело в том, что те знания, которые он получил на лекциях или на семинарах, по большому счету не так много стоят Важно, насколько он научится применять эти знания, а сделать это можно будет только на реальном производстве Студенты педагогических вузов проходят практику в школе Вы наверняка с такими студентами знакомы Как мы с вами уже сказали на прошлом уроке, познание является одним из видов деятельности Структура познания абсолютно аналогична структуре деятельности Здесь, разумеется, тоже есть мотивы, потребности, социальные установки, убеждения и, разумеется, активные действия Очень важно учесть, что есть большая разница между сознанием и познанием Если сознание не требует активности человека, вещи отображаются в нем как бы сами по себе Если они переходят в категорию бессознательного, то познание является видом деятельности, а значит, активность требуется Давайте вспомним с вами известный эпизод из рассказов о Шерлоке Холмсе Холмс спрашивает Ватсона, сколько ступенек насчитывает лестница в прихожей их дома Почему Ватсон не может этого вспомнить? Ведь он видел эту лестницу много раз Дело в том, что ступеньки отражались в его сознании, но еще пока не становились предметом познания Ватсон, люди вообще очень ненаблюдатели Все погружены в себя Да Но и себе люди очень мало знают Вот вы, например, Ватсон Вы можете сказать, сколько ступенек на лестнице у нас в прихожей? Восемь Сколько? Семь Десять Десять Первая скрипит На седьмой два года назад меняли доску Это мелочи, мелочи Но нет ничего важнее мелочей Попробуйте вспомнить сами, сколько ступенек насчитывает лестница в подъезде вашего дома Или, допустим, сколько в вашем доме окон Интересно будет потом эту информацию перепроверить Точно так же, как и в других видах деятельности, у познания есть субъект и объект По сочетанию субъекта и объекта мы тоже можем с вами говорить о познании субъектно-объектном, субъектно-субъектном и обратном Обратное познание мы называем с вами самопознанием Однако существуют и характерные черта, которые отличают познание от всех остальных видов деятельности Познание обязательно является творческим, то есть оно порождает некие качественно новые данные Именно поэтому учителя категорически отказываются вам верить, когда вы сдаете аналогичные рефераты или аналогичные сочинения Дело в том, что абсолютно одинакового отбора материала и абсолютно одинаковой обработки материала, разумеется, не может быть Даже в том случае, если вы пользовались одинаковыми источниками и одной и той же литературой Немецкий философ Людвиг Витгенштейн придумал и нарисовал утка-кролика Этот образ показывает, что каждый предмет может по-разному восприниматься разными людьми Если исследователь подходит к этому изображению как изображению утки, он будет делать одни выводы В том случае, если исследователю покажется, что это кролик, выводы будут абсолютно другими Это в еще большей степени характерно для социального познания Возьмите две книги на одну и ту же тему, написанные разными людьми И вы увидите, насколько различаются их позиции Дело в том, что существует два довольно близких понятия — истина и правда Многие люди не видят между ними разницы Вы наверняка слышали, впрочем, что если правда у каждого своя, то истина существует только одна Дело в том, что понятие истина применяется только к тому знанию, которое можно проверить Правда же включает в себя моральную оценку Если наша моральная оценка совпадает с моральной оценкой другого человека Мы утверждаем, что он говорит правду В том случае, если он оценивает какие-то факты или события не так, как мы с вами То мы говорим о том, что это ложь Давайте возьмем пример Тот факт, что Ленин родился в 1870 году — это истина Он подлежит проверке Есть документы, есть свидетельства А вот был Ленин хорошим человеком или плохим Это знание не может быть ни истинным, ни заблуждением Дело в том, что эти вещи связаны только социальной оценкой И если я, к примеру, считаю, что Ленин был хороший человек, а вы говорите мне, что он был плохой То в этом случае я считаю, что вы говорите мне неправду В том же случае, если наша оценка одного и того же человека совпадает, мы говорим, что это правда В гносиологии принято выделять две формы истины Истина может быть абсолютной и относительной Как абсолютная, так и относительная истина соответствует предмету познания Но дело в том, что абсолютной истиной мы называем только такое знание, которое абсолютно точно соответствует предмету То есть его невозможно ни дополнять, ни развивать Поскольку мы уже говорили с вами о том, что диалектика рассматривается в познании как один из основных принципов Мы не можем с вами утверждать, что абсолютная истина нам с вами доступна на данный момент Практически любое знание можно будет еще развивать и дополнять Поэтому в познании нам приходится с вами иметь дело с истинами, которые носят относительный характер К примеру, люди представляли себе Землю 500 лет назад не так, как мы Карты их были очень неточны, хотя к этому времени на картах уже появляются самые общие очертания американского континента С течением времени люди уточняли свои знания, появляли все более и более детальные карты Сегодня вы можете найти карты, которые рисуют поверхность с очень большой точностью Но являются ли эти карты идеально точными или нет, я думаю, никому не нужно объяснять При желании можно составить карты абсолютно идентичной реальности Просто насколько они нужны и как быстро они устареют, это, конечно, является вопросом социальной практики Поэтому в жизни нам приходится иметь дело с истинными относительными Другой момент, что эти относительные истины все ближе и ближе становятся к истине абсолютной Поэтому многие специалисты в области теории познания говорят, что истина — это не догма Это процесс движения к некоему абсолютному знанию Достижимо оно или нет? Пока непонятно Хотя, с другой стороны, если мы с вами когда-нибудь достигнем абсолютной истины Это будет означать конец и науке, и философии Люди, правда, могут оценить истинность своего знания далеко не всегда К примеру, миллионы лет наши с вами предки считали, что Земля является плоской, а Солнце вращается вокруг Земли Сегодня мы с вами понимаем, что это все абсолютно не так Было ли знание людей, которые считали, что Земля плоская, Солнце вращается вокруг нее где-нибудь в пятом тысячелетии до нашей эры, истинным? Разумеется, истинным оно не было Это было заблуждение, но люди, которые жили в те времена, считали данное знание соответствующим действительности Несмотря на то, что целью познания для всех является истина, пути поиска этой истины могут быть разными В современной гносиологии существует несколько теорий познания, представители которых ищут разные способы получения истинного знания Об этих теориях мы поговорим с вами в следующий раз А наш сегодняшний урок на этом окончен Спасибо за внимание